Сегодня мы поговорим об интервью при поиске работы и о том, как нужно себя вести и отвечать на вопросы, чтобы произвести впечатление и пройти успешное собеседование. Но поговорим не так, как эту тему преподносят в популистских и шаблонных постах блогов, в последнее время распространенных на просторах интернета. Я расскажу вам о процессе интервью глазами работодателя, а не соискателя. Для начала мы обсудим вопрос того, каким должно быть ваше отношение к процессу интервью, а затем затронем тему достаточно шаблонных и известных вопросов, часто задаваемых на собеседованиях. Стоит упомянуть, что до сегодняшнего дня я брал на работу сотни разных сотрудников и с этой целью проводил сотни собеседований. А до этого я и сам был в роли кандидата в поисках работы в России и в Ирландии, пройдя через десятки интервью. Я подавал заявки и был на собеседованиях, как в самых известных и крупных компаниях СНГ, маленьких ирландских компаниях, так и в таких монстрах бизнеса, как Google и Microsoft. Поначалу мне нужны были работники для ресторана, и очевидно, у меня было очень мало опыта проведения интервью на позиции, требующие сильных профессиональных навыков. Поэтому на собственных собеседованиях я вел себя в соответствии с шаблонными советами, которые находил в интернете. Через определенное время я принял решение основать свой бизнес в Ирландии, и в течение первых нескольких лет я проводил десятки собеседований, и на этот раз специфика работы требовала профессиональных знаний потенциальных сотрудников. После этого, вспоминая свое отношение к собеседованию в крупной компании наподобие Google и то, как я отвечал на задаваемые вопросы, я понимал, сколько ошибок было допущено. Более того, я стал полностью понимать тех, кто в свое время отказался принять меня, потому что, будь я на их месте, я бы не принял к себе на работу человека, отвечающего на вопросы так, как отвечал во время собеседования я. В первую очередь стоит заметить, что собеседование на работу – это не экзамен. Многие люди, в особенности студенты и те кандидаты, у которых недостаточно опыта, относятся к интервью как к экзамену. Будто на собеседовании тестовые вопросы, и на них есть правильные и ошибочные ответы. Будто если ты ответишь на эти вопросы правильно, то успешно сдашь экзамены. Нет, это не так. Это совершенно неправильный подход. Собеседование – это встреча по работе. Как два бизнесмена встречаются обсудить рабочие вопросы, так же встречаются и на собеседовании. Проще говоря, одной стороне на собеседовании нужно поручить кому-то работу за вознаграждение, и он находится в поиске человека, который успешно справится с этой самой работой. Именно поэтому в процессе просмотра резюме работодатели всегда ищут упоминания навыков, знаний и опыта, нужных на конкретную позицию. Находя эти упоминания в резюме, кандидатов приглашают на интервью. Выйду за границы контекста и упомяну, что позиция многих соискателей, считающих себя универсальными сотрудниками, которые могут сделать любую работу, создает отрицательный образ в глазах работодателей. Это оказывается показателем того, что либо человек ничего не умеет делать хорошо, либо сам не в курсе своих профессиональных сильных сторон. Вернемся к нашей теме. Представьте себе этап рассмотрения резюме, как поиск работодателям ключа от двери. Насколько этот ключ покажется работодателю, подходящим для замка, настолько велика вероятность того, что у него появится желание проверить этот ключ на деле. Подойдет ли этот ключ к нужной двери? Поэтому, прежде чем высылать свое резюме, вы должны внимательно ознакомиться с вакансией, требуемыми навыками и опытом, а также отразить именно эти требуемые навыки и опыт в доступной форме в своем резюме, чтобы работодатель с легкостью видел, что вы подходите для этой работы. Естественно, если у вас эти навыки и опыт имеются. Потому что, если вы не владеете указанными качествами, этот факт все равно обнаружится на собеседовании и время потеряет не только работодатель, но и вы сами. Теперь давайте представим, что ваше резюме подошло по критериям и вас пригласили на собеседование. Прежде чем идти на интервью, вы в первую очередь должны сформулировать правильный подход и отношение к процессу. На этом этапе перед вами не стоит цели сдать экзамен. Ваша цель встретиться за столом переговоров с работодателем и решить, подходящий ли вы кандидат для этой самой работы. У этой задачи две стороны. Как работодатель хочет найти правильного кандидата для проекта или постоянной работы, так и вы должны определить, сможете ли вы справиться с поставленными задачами. В то же время вы должны понять, подходит ли вам данная рабочая обстановка. Учтите, что если вы каким-то образом получите работу, убедив работодателя в своей компетентности, на самом деле не владея нужными навыками, и в результате не сможете справиться с работой, работодатель заменит вас другим кандидатом в кратчайшие сроки. Иными словами, уволит. По результату в вашем резюме появляется краткосрочный опыт в 2-3 месяца на разных позициях, что выглядит очень нехорошо. Складывается впечатление, что вы не можете быть верным и лояльным сотрудником. Итак, не только для работодателя важно найти правильного кандидата. Вы должны стремиться к тому, чтобы найти работу, для которой вы окажетесь идеальным кандидатом и добьетесь успехов. Поэтому, подходя к вопросу со стороны работодателя, могу уверенно сказать, что шаблонные советы, которые вы получаете на форумах или оплачиваемых онлайн-тренингах, могут сыграть против вас. В лучшем случае, эти самые шаблонные советы помогут вам путем обмана недолго поработать на позиции и приведут к увольнению, как я упомянул ранее. Учитывая наши выводы, давайте рассмотрим самые шаблонные вопросы и рекомендуемые формы ответов, чтобы представить правильный подход, который можно будет применить и к другим шаблонным советам в процессе собеседования. Шаблонный совет номер один. Когда работодатель спрашивает тебя о слабых чертах, назови те черты, которые ты считаешь отрицательными, а для работодателя они покажутся положительными. Например, вот один из самых распространенных ответов, с которыми я сталкивался, проводя свои собеседования. Я. Назови три сильных и слабых черты. Кандидат. Мои сильные черты такие-то. Перечисляет. Я. А слабые черты? Кандидат. Самая первая моя слабая черта в том, что я слишком много работаю. Я настолько внимательно отношусь к работе, что это негативно влияет на мою личную жизнь. Вторая слабая черта заключается в том, что я не могу молчать, когда вижу несправедливость или ошибки в работе. Например, если мой коллега делает свою работу неправильно или недобросовестно, я обязательно ему на это укажу, и это может привести к конфликту. Ничего не могу поделать, не могу терпеть безответственность. Третий самый большой мой минус – это максимализм. Очень переживаю, когда не могу сдать работу в идеальной форме, поэтому стараюсь делать работу вдаваясь в мелочи и детали, а это отнимает много времени. Если вы обратите внимание, то можно сказать, что все упомянутые слабые стороны на самом деле являются положительными чертами, которые ищет работодатель. Кажется, что ищет. Но преподносятся эти черты как минусы и слабости. Такие ответы почти всегда кажутся манипуляцией. Какому работодателю, по-вашему, понравится, что потенциальный кандидат захочет им манипулировать? Естественно, что большинству адекватных работодателей это не понравится и не будет восприниматься. Это важный вопрос. Потому что, задавая этот вопрос и получая причисление отрицательных черт, я преследую цель понять степень развитости кандидата и понимания себя. У всех есть слабости, и это нормально. Проблема в том, что очень мало кто реально знает о своих слабостях. Хотя осознавать свои слабые черты – это первый шаг к тому, чтобы преодолеть их. Если человек не видит и не может выявить в себе, но если не три, то как минимум одну-две действительно отрицательные черты – это означает то, что человек не развивается и не познает себя. Шаблонный совет номер два. Приводя конкретные примеры, не говори о тех ситуациях, когда ты не справился и не решил проблему. Вопрос, как правило, звучит так. Можешь ли ты привести пример проблемы или задачи из твоего опыта, с которой ты не справился. Заодно расскажи о том, какой урок ты усвоил из этого примера. Ответ кандидата. Дайте подумать. Честно говоря, мне не приходит в голову такой пример, чтобы я не справился с какой-то проблемой. Всегда решал все проблемы. А иногда некоторые кандидаты, почувствовав, что нужно хоть что-то сказать, не задумываясь, приводили примеры из личной жизни, не имеющие никакого отношения к работе. Вам кажется, что после таких ответов у работодателя складывается впечатление о вас, как о кандидате, которого срочно нужно брать на работу с мыслями наподобие «Вау, насколько же крутой кадр, он умеет эффективно справляться с любыми проблемами». Нет. Уклонение от четкого ответа на такой вопрос вызывает у работодателя понимание того, что вы не смогли справиться и выйти из положения, когда вам задали сложный вопрос. А если так, то как же вы тогда будете решать большие проблемы? Даже представим, что кандидат не соврал, и у него действительно не было проблемы, с которой бы он не справился. По-вашему, это показатель того, что он успешно решает проблемы, или скорее того, что он неопытен? Естественно, это указывает на то, что у кандидата недостаточно опыта, и он никогда не сталкивался со сложными задачами. А это, в свою очередь, означает, что если я возьму его на работу, и в ближайшее время он столкнется с проблемой, которая покажется ему сложной, он впадет в панику и не справится с ней. Шаблонный совет номер три. Когда работодатель задает вопрос о том, где ты видишь себя через пять лет, нужно ответить, что видишь себя на этой работе, либо в этой компании, чтобы работодатель был спокоен. Да, этот вопрос может показаться вам вопросом с подвохом, и на самом деле он такой. Но задавая этот вопрос, работодатель не ожидает услышать в ответ, что вы видите себя у него на работе. Потому что все знают, что пять лет это долгий срок, и редкие сотрудники остаются на одном месте. Лично я больше не задаю этот вопрос сотрудникам, хотя раньше делал это. Причиной было то, что меня интересовало, есть ли у кандидата планы, цели и амбиции на будущее, либо он живет вслепую. Потому что таким образом я понимал, целеустремленный этот человек или нет. Многие кандидаты пытались ответить на этот вопрос с иронией, потому что у многих возникали похожие мысли. Как я могу знать, что будет со мной через пять лет? На самом деле подход в том, что работодатель хочет знать, собираешься ли ты делать карьеру в нынешней сфере, или смотришь на эту позицию, как на краткосрочный заработок на 3-5 месяцев. Например, самый хороший ответ я получил от кандидата, который, кстати, до сих пор работает с нами, и он ответил так. Я хочу, чтобы меньше, чем через 5 лет я был в ряду самых известных экспертов в этой сфере. Этот человек не сказал, что он хочет работать в моей компании 5 лет, но его ответ показал мне, что этот человек как минимум выбрал себе сферу для карьерного роста и смог принять решение, а значит, в нем есть сильный потенциал. Шаблонный совет номер 4. Когда работодатель спрашивает, зачем он должен взять на эту позицию именно тебя, делай упор на свои самые сильные черты. Частично это правильный совет, но он будет применим только в том случае, если ваши упомянутые сильные стороны будут полезны в достижении успеха именно на данной позиции, и работодателю будет очевидно, что вы справитесь с этой работой. Потому что единственное, что работодатель хочет уточнить и ищет в ответе на вопрос, почему мы должны взять именно вас, это как ему удостовериться в том, что вы, будучи на этой позиции, сможете делать работу хорошо. Если ваш ответ подтвердит его ожидания и будет звучать как «я смогу справиться с этой работой и считаю себя одним из самых подходящих людей на эту позицию по навыкам», значит, ваш подход правильный. Шаблонный совет номер 5. На вопрос работодателя, есть ли у тебя вопросы к нему, обязательно задай какой-нибудь вопрос, иначе он подумает, что ты не заинтересован в этой работе или не готовился к интервью. Вам не нужно выдавливать из себя неестественные или неподходящие вопросы, когда работодатель задает этот вопрос. Задайте вопрос только в том случае, если он у вас в действительности есть. В реальности, если вы очень интересуетесь конкретной вакансии, хотите или нет, а вопросы у вас возникнут. Если же не возникло, значит, вам на самом деле не так уж интересна эта вакансия, и есть большая вероятность того, что, получив эту работу, вы будете чувствовать себя несчастным. Естественные вопросы, как правило, звучат, как в следующих примерах. Например, на позицию в отдел корпоративных продаж, в каких отраслях у компании основная клиентская база? Или, если я организовал встречу по телефону, должен ли я сам на нее идти? Или эти задачи распределены между разными сотрудниками? И так далее, и тому подобные, связанные с работой и волнующие нас вопросы. В противном случае, задавая бессмысленные и неподходящие вопросы, вы порождаете у работодателя мысли о том, что этот кандидат просто зазубрил то, что нашел в интернете и пришел на интервью. Шаблонный совет номер шесть. Отвечая на вопрос работодателя о том, что тебя мотивирует больше всего, не говори о деньгах. Пусть работодатель поймет, что для тебя главное не деньги и финансы, а развитие. Абсолютно неправильный подход. Я могу вас уверить в том, что в любой нормальной компании работодатель ищет сотрудников, которые мотивированы деньгами. Потому что мотивация сотрудников в такой форме – самый легкий способ для нормальной прибыльной компании. Что может быть лучше для работодателя, если он может мотивировать вас бонусом или прибавкой к зарплате, улучшая вашу продуктивность для достижения целей и задач. На самом деле деньги – это мотивация для многих людей и нет ничего плохого в том, чтобы озвучить это. Напротив, говоря о других методах мотивации, вы усложняете решение работодателя. Да, для кого-то деньги не являются мотивацией, для человека могут быть важны условия работы или хороший коллектив, или возможности для развития и обучения и так далее. К сожалению, для работодателя другие методы мотивации, нежели денежное стимулирование, кажутся намного сложнее. Например, если вам не нравится коллектив, будет ли он менять весь коллектив, чтобы мотивировать вас? Или если вам не по душе рабочая обстановка, и это вас не мотивирует, будет ли он делать кардинальные изменения в офисе только из-за вас, или чтобы каждый раз мотивировать таких сотрудников, как вы? Ну, конечно же, нет. Для работодателя денежное стимулирование намного доступнее, чем другие методы мотивации, и, как правило, он в силах это предложить. Задавая этот вопрос, работодатель не преследует цели понять уровень вашей жадности до денег. Можете быть в этом уверены. Он ждет от вас искреннего ответа на этот вопрос, чтобы понять и спланировать, как он сможет мотивировать вас в будущем. Поэтому отвечайте на этот вопрос искренне, в первую очередь, ради своего же будущего. Этот список шаблонных советов можно продолжать еще очень долго, но самое главное, это поменять ваш подход к собеседованиям, чтобы вы давали ответы к другим вопросам с уже правильным подходом. Резюмируя, идея в том, что не бывает правильных или ошибочных ответов на интервью. Есть ответы, которые подходят или не имеют никакого отношения к вакансии. Поэтому старайтесь смотреть на собеседование как на беседу о подходящей для вас работе, потому что работа займет важную часть вашей жизни, и ваше состояние на протяжении этого времени будет влиять и на тех, кто рядом с вами. Надеюсь, тема оказалась для вас полезной. Поделитесь этим видео с теми, кто ищет работу, и может, оно будет полезным. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok